Добрый вечер, уважаемые коллеги! Всем ли меня видно и слышно? Я прошу всех поставить плюсики в чат. Если меня видно и слышно, картинку видно, очень хорошо. Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем серию наших вебинаров КТ-живота для начинающих, техника, написание и заключение. Сегодня речь пойдет у нас в основном про хронический панкреатит, как я и обещала. В конце вебинара я расскажу немножко про так называемые зрелые изменения при остром панкреатите. Ну и расскажу про всякие формы хронического панкреатита, про его осложнения. Итак, начнем. Физиологически хронический панкреатит характеризуется замещением панкреатической ткани в фиброзной ткани, что ведет к атрофии, что демонстрирует наш первый клинический случай. Поджелудочная железа атрофична. Постоянно ремитирующие очаги панкреатического некроза ведут к появлению кальцинатов в паренхиме, что, конечно, лучше всего видно в нативном исследовании. КТ вообще является методом выбора для определения локализации кальцинатов, их размеров, для определения кальцинатов в просвете панкреатического протока. Фиброзные изменения стенки панкреатического протока ведут к его деформации, к появлению участков стеноза или стриктур, которые перемежаются с участками расширения. Неравномерность тока панкреатического секрета ведет к появлению кальцинатов в просвете панкреатического протока и в просвете боковых панкреатических протоков. Ну и, соответственно, первое заключение, которое описывает этот случай. Поджелудочная железа атрофична. В паренхиме определяются множественные кальцинаты во всех отделах. В большем количестве, максимальными размерами головки поджелудочной железы. Не очень хорошо видно картинку в радианте. Вот так вот лучше видно? Хорошо, хорошо. Просто я хочу одновременно показывать и заключение, и картинку, поэтому я хотела бы сделать так, чтобы было одновременно хорошо видно и то, и то. Ну, в общем, вы мне говорите, если будет плохо видно. Значит, прослеживается расширенный панкреатический проток. Просвет его прослеживается до перешейка, где определяются конкременты. Также конкременты определяются в просвете боковых панкреатических протоков. Вот они видны, их можно проследить. И заключение. Хронический конкулезный панкреатит, версунголитиаз. С чем можно перепутать хронический, или вернее, что можно принять за хронический панкреатит? Сейчас я вам покажу для разогрева такую загадку. Вот при нативном исследовании в фаренхиме поджелудочной железы, сейчас увеличу, определяются кальцинаты. При, в общем-то, нормальных размерах поджелудочной железы, как вы думаете, какие мнения у вас? Ага, уже все написали. Да, действительно, это атеросклеротически измененная селезеночная артерия. Правильно. Ну, видите, вы все какие опытные. Но бывают случаи, что иногда и путают. Вот, в стенке, вернее, селезеночной артерии определяются кальцинаты. Вот так вот видно. Размеры кальцинатов задает вопрос Григорий. Размеры кальцинатов надо писать в описании? Да, если они находятся, допустим, в просвете панкреатического протока, лучше написать, конечно, лучше написать размеры, или хотя бы написать, если множественные кальцинаты, там, размерами до таких-то миллиметров. Да, конечно. И следующий наш случай. Сейчас, секундочку. Фиброзные изменения в паренхимии поджелудочной железы ведут к появлению гиповаскулярных зон в паренхимии. Они могут определяться во всех отделах, или может располагаться одна зона, локально поражающая какой-то отдел. Они, как правило, не имеют четких контуров. И такие изменения, такие как гиповаскулярные зоны и такие как инфильтрация парапанкреатической клетчатки, как в данном случае, мы ждем пока загрузится, практически уже загрузилась артериальная фаза. Сейчас вот я вам покажу вот эти вот зоны. Вот они, гиповаскулярные зоны, определяются в головке, ой, то есть, простите, в хвосте, в теле, в головке, не имеют четких контуров. На фоне определяются кальцинаты. И давайте сразу уже перейдем к заключению, потому что у нас материал сегодня большой для разбора. А, я еще забыла рассказать вам про головку. Тут определяется инфильтрация парапанкреатической клетчатки в головке и в междольковой клетчатке в головке поджелудочной железы, которая распространяется на стенку 12-перстной кишки, практически с циркулярным охватом. Это, скорее всего, фиброзные массы. Фиброзные массы склонны к отсроченному накоплению контрастного вещества. Вот мы сейчас поставим вместе артериальную и отсроченную фазу и посмотрим, что вот эта вот инфильтрация, она гиподенсная по отношению к стенке 12-перстной кишки и паренхимы головки поджелудочной железы в артериальную фазу и в венозную тоже. И появляется некая относительная такая гиперденсность. Вот сейчас я прокручу немножко, будет видно. Может быть, тут, конечно, артефакты от стенда в холедохе, но я хочу сказать, что накопление отсроченное есть. Оно, конечно, не очень выражено. На какой минуте сделали отсроченную фазу? Делают 7-10 минуту. В почках контраст уже. Вот, с отсроченным накоплением контрастного вещества. И мы плавно перешли с вами к теме грувпанкреатита. Грувпанкреатит или, как его переводят на русский язык, это желобковый панкреатит или борозчатый панкреатит или парадоуденальный панкреатит. Это все синонимы. Также синонимы – это доуденальная дистрофия. Я буду показывать много случаев грувпанкреатита. Значит, давайте сейчас перейдем к описанию этого случая. Размеры головки поджелудочной железы увеличены за счет инфильтративных изменений клетчатки, распространяющихся на стенку 12-перстной кишки. В паренхиме поджелудочной железы определяются кальцинаты и участки сниженной контрастной плотности. А также мелкие единичные кисты. Ну, давайте посмотрим, где у нас они находятся, эти кисты. Они настолько мелкие, что их сложно найти. Увидели еще раз гиподенсные участки. Сейчас найдем и кисты. Вот одна из них. Тут еще одна. Ну, еще есть кисты. Ну, да бог с ними. Главный панкреатический проток неравномерно расширен с несколькими участками стеноза. И в воротах печени определяются лимпозы. Вот по ходу, вот тут вот еще парадоденальной клетчатки, а главное по ходу воротной вены. Сейчас поставим венозную фазу, чтобы было лучше видно. Вот они. Достаточно крупные лимфоузлы. До какого размера головка считается увеличенной? Ну, в общем, тут она не сильно увеличена. Я так не скажу. На самом деле это вопрос дискутабельный, потому что она имеет вариабельные размеры. У разных людей, у здоровых людей головка может быть 35 миллиметров. Вот так вот в передне-заднем измерении и вполне себе не увеличены. Так что это вопрос дискутабельный. Ну, в общем, на глаз мы пишем, что несколько увеличены. Но это не главное. Главное, что здесь есть инфильтрация. Ну и, соответственно, да, лимфоузлы я показала. Теперь холедых стентирован. То есть была билярная гипертензия. Мы видим в просвете холедых и стенд. И еще мы видим, что определяется холецистостома. И в просвете желчного пузыря и пузырного протока определяются конкременты. Покажите, пожалуйста, структуру версунга. Еще раз показываю. Смотрите. Вот версунга в проток вот тут прослеживается. Дальше. Вот тут сужен. Потом. Дальше. Вот тут вот конкремент. Ну, непонятно, где то ли в просвете, то ли может быть рядом. Дальше. Вот тут вот прослеживается версунга в проток. Затем опять сужается. Затем опять конкремент располагается. Но, опять же, не в просвете. Вот тут вот постепенно в головке он постепенно-постепенно сужается. Итак. Воротные вены расширены. Контуры ее ровные. Очень часто при хроническом панкреатите бывает либо стеноз воротной вены. Я такие случаи буду позже показывать. Либо она просто расширена. В общем, ток по ней как-то скомпрометирован кровоток в воротной вене. И заключение. Изменения больше соответствуют явлениям хронического панкреатита, желобкового панкреатита. Мы с вами договоримся, что мы будем переводить на русский язык грув панкреатит, наверное, лучше, как желобковый панкреатит. Или при преобладании изменений в 12-перстной кишке, как доудональной дистрофии. И на фоне которых нельзя полностью исключить опухолевый процесс. Следует отметить, что и гиповаскулярные зоны в паренхиме поджелудочной железы, и инфильтративные изменения, они также характерны для опухолевого процесса. Поэтому по КТ никогда нельзя исключить опухолевый процесс. Тем более, что при хроническом панкреатите альтерация панкреатоцитов, она приводит, то есть является пусковым фактором для развития опухолевого процесса. Поэтому всегда надо быть настороженным при исследовании хронического панкреатита. и в заключении всегда не исключать наличие опухолевого процесса. Но, как нам покажет следующий наш клинический случай, имеются такие признаки, которые помогают хотя бы не поставить правильный диагноз, то есть не дифференцировать фиброз от опухоли. Покажите, пожалуйста, верхнюю брыжечную артерию. Давайте я вам в другом случае покажу верхнюю брыжечную артерию, потому что у нас очень мало сейчас времени. И, значит, вот эти вот зоны, гиподенсные, гиповаскулярные зоны в паренхемии поджелудочной железы при фиброзе они дают меньший, во-первых, объемный процесс. То есть вот мы видим, что здесь в поджелудочной железе, в теле, в хвосте и даже в головке определяется обширная гиподенсная зона, которая вызывает увеличение органа. Да, вызывает, но небольшое, не такое, как если бы была опухоль, которая занимала бы все эти отделы, то она бы вызвала, наверное, более-менее большее увеличение объемное органа. И еще также такой признак, как прослеживание панкреатических протоков на фоне гиподенсной зоны. То есть при опухоли вот здесь вот панкреатический проток бы не прослеживался на фоне гиподенсной зоны, он был бы обтурирован. Основной симптом наличия в опухоли – это обтурация панкреатического протока прямо у ее края. И перейдем к заключению этого случая. Поджелудочная железа, да, увеличена в размерах. Сейчас я немножко подвину исследование. В паренхиле поджелудочной железы при контрастировании дифференцируется обширная зона сниженной плотности, множественные кальцинаты во всех отделах. Главный панкреатический проток расширен, опять же, неравномерно с участками стеноза до 8 мм. В просвете определяется как минимум два конкремента. Сейчас я вам их покажу. Вот один в перешейке. И второй, вот он, в головке. Как версунгов проток заканчивается, тут определяется конкремент. Далее он практически не прослеживается. В области головки просвет дань не визуализируется. Парапанкреатическая клетчатка инфильтрирована максимально в области тела поджелудочной железы. Стенка 12-перстной кишки диффузно утолщена. Просвет неравномерный. Тут тоже есть признаки желобкового панкреатита или диоденальной дистрофии. И со стенозом даже просвета 12-перстной кишки. И, скорее всего, стеноз декомпенсированный, потому что есть гастроктазия. И не стоит полагаться также на такой признак, как вовлечение сосудистых структур. Существует общепринятое мнение, что при опухоли возникает инвазия венозных структур, а при хроническом панкреатите нет. Вот в данном случае тут стенозированы верхние брыжеечные вены и стенозированы достаточно сильно на уровне этой зонды. Но у этого больного не было выявлено опухолевого процесса. Ему была проведена операция, и при гистологии не получили опухолевых клеток. В чем разница, парапанкреатическая клетчатка инфильтрирована или уплотнена? Разница в, как сказать, в номенклатуре. То есть, когда вы пишете, парапанкреатическая клетчатка инфильтрирована, то вы подразумеваете процесс инфильтрации, который может происходить и за счет фиброза, то есть инфильтрация фиброзными массами, и также за счет опухолей, за счет инфильтрации опухолевыми массами. Также парапанкреатическая клетчатка может быть уплотнена за счет отека, и это тоже будет инфильтрацией. Разница лишь в том, что отек, он не будет давать отсроченного накопления контрастного препарата, а фиброз и опухолевое поражение будет давать отсроченное накопление. Вот я показываю стеноз верхней брыжеечной вены, и вы видите, какие тут развиты мощные коллатерали. Но коллатерали развиты еще не по причине стеноза верхней брыжеечной, а еще и по причине полной, практически полной окклюзии селезеночной артерии. Вот тут вот по нижнему краю идет какая-то... селезеночной, то есть, простите, селезеночной вены. По нижнему краю поджелудочной железы идет какая-то вена, но это всего, скорее всего, это коллатеральная вена. Тут селезеночная вена, она полностью вовлечена в фиброзный процесс и развит с пленопортальной, так называемой, коллатерали, то есть через стенку желудка вот так вот из селезенки и оттекает кровь в воротную вену по левой желудочной вене. И заключение. Селезенка при этом увеличена. КТ-признаки хронического панкреатита с вовлечением 19-перстной кишки, версунголитиаз, панкреатическая гипертензия. Гиподенсная зона в паренхемии поджелудочной железы, вероятно, соответствует фиброзу. Ну да, мы видели два признака небольшой объемной процесса и визуализации панкреатического протока. Однако нельзя полностью исключить панкреатическую аденокарциному. Стеноз воротной вены, окклюзия селезеночной вены и варикозная трансформация вен пищевода и желудка с пленами галии. Хотя в данном случае она небольшая. Правильно ли писать аденокарциному? Да, наверное, правильно. Это основная опухоль, основной вид опухоли, который поражает поджелудочную железу. Эндокринная опухоль тоже, конечно, может быть. Наверное, правильнее писать опухолевый процесс, но все равно, как написать, главное насторожить хирургов на то, чтобы они этим занимались, на то, чтобы они проводили или оперативное вмешательство, или биопсию. Норма воротной вены, опять же, вот эти нормы, понимаете, в чем дело? Они вариабельны у каждого человека. Тут видно, что она расширена, но видно же, да, что воротная вена расширена. А нормы, ну, нормы – это такой очень скользкий момент. Так, а мы пойдем дальше и посмотрим с вами следующий случай. Тут преобладание вот уже прямо выраженной дооденальной дистрофии или груфт панкреатита, который является ее синонимом. Гистологически такой тип панкреатита характеризуется замещением гладкомышечного эпителия стенки 12-перстной кишки опять же той же фиброзной ткани и ее пролиферацией там, так называемый аденомиоматоз, который также может возникать в стенке желчного пузыря. При этом мы видим утолщение стенки 12-перстной кишки, инфильтрация пародиоденальной клетчатки, снижение дифференциации слоев, снижение нормального рисунка слизистой 12-перстной кишки. Могут быть участки гиперваскулярности слизистой. И также вот этот аденомиоматоз ведет к атрофии других слоев стенки кишки и появлению большого количества кист. Ну или небольшого, относительно небольшого количества, как здесь. Вообще, дооденальную дистрофию делят по наличию кист на два типа. То есть по преобладанию либо фиброзных изменений, тогда это фиброзирующий тип, либо по преобладанию кист, тогда это кистозный тип. И описание. Определяется выраженное... Сейчас я поставлю, чтобы видно было, что определяется. Сейчас немножко вот так смещу. И еще и увеличу. Определяется выраженная инфильтрация стенки 12-перстной кишки и пародиоденальной клетчатки и также пилорического отдела желудка. В панкреатическом промежутке определяются кисты максимального диаметра до 20 мм. Инфильтрация распространяется в ворота печени и в ложе желчного пузыря. Вот тут уже мы можем видеть, что... Вот она распространяется в ворота печени и в ложе желчного пузыря. Я сейчас поставлю отсроченную фазу, и мы можем видеть, что это как раз не фиброзная инфильтрация, а именно отек, потому что эти изменения совершенно не склонны к отсроченному накоплению контрастного препарата. Сейчас мы с вами посмотрим, что отсрочно накопило, а что нет. Вот, например, вот этот вот участок, парадеоденальная инфильтрация, он не накопил. А вот то, что идет вдоль стенки 12-перстной кишки и в панкреатодеоденальном промежутке, там определяется такое, да, выраженное отсроченное накопление. А вот в ложе желчного пузыря и в воротах печени это, скорее всего, отек. И головка поджелудочной железы имеет нормальные размеры, смещена идеально за счет инфильтрации. Контуры ее определяются только в сосудистые фазы. То есть на фоне вот этого вот отсроченного накопления контуры головки не определяются. А в сосудистые фазы вот они, контуры головки, пожалуйста, вот они определяются в артериальную фазу. Главный панкреатический проток расширен на всем протяжении. И также нельзя исключить наличие тромба в верхней прожиечной вене. Но тут, конечно, мы написали нельзя исключить, потому что вот он, вот он. А можно ли сравнить отсроченную и натив? Да, можно, но только это не даст дополнительной информации. Лучше сравнивать артериальную и натив. Она же по-разному расположена. Ну, в общем-то, тоже как бы на глаз мы видим, что выраженная инфильтрация и головка чуть-чуть смещена. То есть она должна быть где-то здесь. А за счет инфильтрации она смещена. Итак, показываю тромб в воротной вене. Вот он, тромб в верхней прожиечной вене. Вот он, тромб в просвете в верхней прожиечной вене. Но это не точно, потому что это может быть просто неравномерное контрастирование ее просвета. Тут не хватает еще одной фазы, хотя бы сделать еще на третьей минуте, чтобы убедиться, что это не неравномерный ток крови, а именно тромб. Определяется пара доутональной лимфоузны. Ну, бог с ними, да, они тут есть. Инфильтрация, значит, и заключение. Инфильтрация стенки предвратника 12-перстной кишки с местным распространением и наличием кист в пара доутональной области больше соответствует хроническому фибровоспалительному процессу доутональной дистрофии, который следует дифференцировать, опять же, с опухолем. Да, в С6 печени гемангиома, да, гемангиома, который следует дифференцировать с опухолевым процессом. Причина доутональной дистрофии, внимание, это развитие. Я сама была удивлена, когда прочитала, но большинство авторов склоняются именно к этой причине. развитие воспалительного процесса в эктопированной поджелудочной железе в стенку 12-перстной кишки. Я специально принесла невоспалительную эктопированную поджелудочную железу, чтобы показать, может быть, вы видели, ну, тогда освежите просто в памяти, что же это такое. Неверифицированный случай? Нет, этот случай неверифицирован. Следующий я буду показывать. Там практически такие же изменения, и на этом фоне нашли аденокарциномы. Вот, показываю эктопированную поджелудочную железу. крупный участок в стенке нижней горизонтальной части ДПК. Всем видно? Вот он. И еще один участок, который, ну, если бы вот этого не было, крупного участка, он бы не был, наверное, замечен и описан. Вот он. И я думаю, что их, наверное, тут больше. И есть еще какие-то более мелкие, которые, в общем-то, не требуют внимания, да. И вот такие участки, они, наверное, встречаются часто, просто мы их не замечаем. Ну, вот, я говорю, для меня самой было это сюрпризом, но большинство авторов отмечают именно эту причину развития доодональной дистрофии. Причем существует два сценария развития процесса. Это сначала развитие хронического панкреатита в эктопированной поджелудочной железе и распространение ее на ортотопическую поджелудочную железу. И наоборот, сначала развитие хронического панкреатита в основной поджелудочной железе и распространение на эктопированную ткань. В связи с этим выделяют по преобладанию процесса, это групп панкреатит с преобладанием изменений в 12-перстной кишке или в панкреатодоодональном промежутке или в поджелудочной железе. Можно ли показать реформат коронал? Конечно, можно. Посмотрите еще раз, что это такое. Эктопированная панкреатическая ткань. Вот она. Да, на корональном срезе, конечно, этот участок гораздо лучше выглядит. И вот тут вот, да, вот этот вот участок, но он лучше выглядел в аксиале. Да, вот такой вот, оказывается, существует процесс. И следующий наш клинический сничий это как раз кистозная форма доодональной дистрофии. Пока не загрузилась, посмотрим нативную фазу. Мы видим, что в стенке 12-перстной кишки определяются множественные кисты, также определяются кальцинаты и признаки хронического панкреатита в головке поджелудочной железы. Ну вот уже загрузилась артериальная фаза, и мы можем посмотреть, что эти кисты, они, в общем-то, видите, сливаются между собой. И если вот посмотреть лучше в сагитале, они образуют такую, вот она, одну такую большую кисту. Вот она. Соответственно, просвет 12-перстной кишки сужен, стенозирован на этом уровне, притом на нескольких уровнях расположения этих кист. И, соответственно, заключение. А как дифференцировать с IPMN? С IPMN можно дифференцировать только по гистологии. Конечно, можно заподозревать все, что угодно. Но IPMN, она располагается больше, конечно, в проекции панкреатических протоков, а не в стенке 12-перстной кишки, конечно. Но тут я говорю, всегда это очень-очень ответственный момент. Нельзя никогда исключить опухоль на фоне хронического панкреатита доуденальной дистрофии. Всегда надо писать дифф-диагноз. Никогда нельзя писать, что одна только доуденальная дистрофия, и все. Пациент должен успокоиться и идти спокойно домой. Нет, конечно. Определяется киста, состоящая из сообщающихся между собой камер со стенкой 5 мм, расположенных вдоль стенки верхней нисходящей ДПК, размерами такими-то, достаточно большими. Вот еще раз в сагитале, давайте посмотрим. Вот она, вот эта вот киста, вот вертикальный размер, у нее достаточно большой. И также определяется многоуровневый стеноз на уровне расположения кист. Желудок эктазирован, определяется инфильтрация клетчатки, все же панкреатодоуденального промежутка, то есть это тоже тут есть. В головке поджелудочной железы определяются множественные кальцинаты, кисты тоже мелкие определяются. Сейчас, вот киста, самые крупные в головке, и инфильтрация панкреатодоуденального промежутка тоже тут есть. Ну, если интересно, давайте посмотрим. Отсроченное накопление, наверное, есть. Но уже не обязательно на этом акцентировать внимание в заключении. И также паренхема поджелудочной железы неравномерно контрастируется с участками сниженной плотности. Вот они, участки сниженной плотности в головке и в теле определяются все-таки. Размеры поджелудочной железы в теле и хвосте атрофированы. Внутри печеночные протоки, кстати, расширены. Общий желчный проток тоже расширен и с постепенным коническим сужением в панкреатической части. Следует отметить, что при игру в панкреатите очень часто возникает вовлечение желчных протоков и билярная гипертензия. Но структуры при хронических воспалительных изменениях, они, как правило, выглядят по-другому, чем при опухоли. При опухоли возникает резкий обрыв желчного протока. А при хроническом панкреатите возникает такое постепенное постепенное сужение. Вот мы видим, что желчный проток прослеживается, потом он постепенно-постепенно сужается. На коронаре это видно очень хорошо. Сейчас найдем. Вот он, желчный проток. Идет, 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 идет. Потом раз. И видите, конус. Вот. И заключение. Признаки диоденальной дистрофии, кистозный тип, стеноз 12-перстной кишки, гастроптазия, хронический панкреатит с преобладанием головки поджелудочной железы. Нельзя полностью исключить опухолевые изменения. Панкреатическая гипертензия, версунголитиаз, билиарная гипертензия. И следующий случай нам расскажет как раз об инфильтрации, именно преобладающей в панкреатодоуденальном промежутке. Вот видите, в панкреатодоуденальном промежутке при нативе даже определяется достаточно плотная инфильтрация, в которой определяются кальцинаты. И вот что определяется в артериальную фазу. Вот мы видим инфильтрацию, головки поджелудочной железы, стенки 12-перстной кишки и клетчатки панкреатодоуденального промежутка. А почему киста, а, например, не экстрапанкреатический воспалительный инфильтрат? Как осложнение панкреатита? Как дифференцировать? Ну, тут просто, понимаете, явно картина, это я про предыдущий случай рассказываю, просто мне вопрос, походу. Задали? Еще раз показываю. здесь имеются признаки доуденальной дистрофии. То есть киста это располагается в стенке 12-перстной кишки. Это, в общем-то, следствие одного процесса. Доуденальная дистрофия, кистозный тип, и как следствие развития хронического панкреатита на фоне. Это не воспалительный инфильтрат. Воспалительный инфильтрат я потом покажу. Будет еще и воспалительный инфильтрат тоже. Итак, вернемся к нашему случаю. Инфильтрация, которая гиповаскулярная, в артериальную фазу. И достаточно интенсивно накапливает контрастное вещество. То есть достаточно интенсивным отсроченным контрастированием. Вот видно, как она становится гиперденсная по отношению к окружающей ткани. А в головке поджелудочной железы мы видим интересный такой фактор. Смотрите, вот на фоне гиповаскулярной зоны мы видим как бы такие гиперваскулярные такие глыбки. Они могут быть даже приняты за гиперваскулярное образование. Ну, почему нет, допустим, какая-нибудь нейроэндокринная опухоль мультифокальная, да? Но тут, скорее всего, есть такой симптом, но он больше относится к аутоиммунному, конечно, к конкреатиту. Это симптом точки, то есть симптом контрастирующейся нормальной паренхемы на фоне вот этой гиповаскулярной зоны. Ну, тут он виден. И в отсроченную фазу, вы смотрите, что происходит. Происходит тоже очень интересно. Как будто бы происходит вымывание, но это не вымывание в чистом виде, а вот эти вот глыбки, они становятся гиподенсные по отношению вот к фиброзной зоне, которая была гиподенсная при артериальной фазе, а стала гиперденсной альтернативе, как бы обратный такой переворот произошел. Тут вот гиперденсная, тут в отсроченную гиподенсная, как негатив. Но это не из-за того, что произошло вымывание, как вот при гипотоцеллюлярном мраке, а из-за того, что просто отсрочно накопил фиброз. У кого нет изображений, еще и у кого-то нет изображений? Все, есть, спасибо. Есть картинка. Ага, хорошо. Вот такой вот феномен. Ну, тут нет, к сожалению, подтверждения. есть тут опухоль или это только фиброз. Поэтому, ну, нам и не обязательно подтверждение. У нас же, понимаете, у нас роль такая, написать заключение. А там уже подтверждение уже будет, и мы, конечно же, интересно знать, но, к сожалению, не всегда бывает так, что мы узнаем то, что нам хочется. И описание головки поджелудочной железы, и пара панкреатической, и пара доодональной клетчатки, а также стенки ДПК, определяются солидные массы. Тут уже мы можем говорить прямо о плотных таких солидных массах, гиперваскулярные при контрастировании в сосудистые фазы, склонные к отсроченному накоплению контрастного препарата и содержат единичные кальцинаты. Отмечается небольшой стеноз воротной вены на уровне контакта с изменениями, это мы уже как бы так опосредованно будем описывать опухоль. Ну, посмотрим, стеноз, ну, он очень небольшой, скажем так, очень небольшой. Но воротная вена все-таки расширена и определяются коллатерами портального притока и системы левой желудочной вены. Давайте посмотрим, где же они определяются. Вот левая желудочная вена впадает в воротную вену. Фух, слава богу, нашли, определяются. Дальше. На уровне изменений определяется стеноз, просвет, это мы уже говорили. В стенке 12-перстной кишки на противоположной полуокружности определяется киста, что все-таки говорит о том, что дооденальная дистрофия тут имеет место быть. Вот она киста. В головке поджелудочной железы на фоне гиповаскулярной зоны, о чем я говорила, в артериальную фазу прослеживаются участки паренхимы нормальной плотности. Поджелудочная железа в теле и хвосте атрофична. Это закономерный процесс, потому что при хронической обструкции панкреатического протока происходит атрофия тела и хвоста поджелудочной железы. Главный панкреатический проток расширен и суженный просвет его прослеживается на уровне изменений в головке. Видите, что оказывается, да, тут вот он, панкреатический проток, он сужается, сужается, и вот совсем, совсем такой узкий просвет, он прослеживается практически до донального соска. Можно, пожалуйста, еще раз переход из левой желудочной вены в портальную. А, давайте покажу, конечно. Давайте. Вот она идет, видите, вот левая желудочная вена идет, 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 и раз, и впадает в воротную вену. А воротная вена расширена. Кстати, почему-то очень часто при стенозе воротной вены ниже, хотя мы все знаем, что в воротной вене кровоток происходит именно в печень, то есть в обратном направлении, но очень часто возникает так, что воротная вена расширена выше. Я не могу объяснить этот феномен, может быть, и, кстати, кровь, даже встречались такие литературные сообщения о том, что кровь в воротной вене иногда течет в разных направлениях. Так, и в паренхемии печени определяются трансплексальные шунты. На это я тоже хотела бы обратить ваше внимание, то есть кровоток тут в поворотной вене все-таки скомпрометирован. И вот видите, участки такие подсвечивания в артериальную фазу. То есть тут артериальный приток усилился за счет этого, тут вот такие раз-раз, вот такие участки, это шунты, артерио-венозные шунты вдоль портальных сплетений, то есть портальных триад. И заключение. Изменения предположительно соответствуют желобковому панкреатиту с преобладанием фиброза панкреатодоуденальной зоны, вот то, о чем я говорила, и дифференцировать естественно с аденокарциномой, ну пожалуйста, можно дифференцировать с опухолевым процессом, главное, чтобы с чем-то дифференцировать. И небольшой стеноз воротной вены коллатеральной. Следующий случай нам как раз покажет то, о чем я говорила в начале. Сейчас, секунду. Я Да, извините, я включила случайный тот же случай сейчас. И смотрите, что получается. Значит, вот он, следующий клинический случай. Определяется выраженная пародоуденальная инфильтрация. Гиперваскулярность стенки 12-перстной кишки. Вы видите, какая инфильтрация. То есть, стенка утолщена практически до там 17 миллиметров. Неравномерность просвета с участками сужения, с кистами, которые говорят о том, что это доуденальная дистрофия, фиброзно-кистозный тип. И также есть инфильтрация, которая распространяется в ворота печени, в ложе желчного пузыря и даже паранефрально справа. Да, просвет как будто зияет, он деформирован с участками стеноза и расширения. Просвет 12-перстной кишки. А что же с головкой происходит? Головка смещена опять же медиально, неравномерно, то есть определяется в виде островков паренхемы на фоне вот этих инфильтративных изменений. Тело и хвост атрофированы, но в них тоже определяются инфильтративные изменения, как парапанкреатической клетчатки, так в общем-то и самой паренхемы. И заключение по этому случаю. Определяется, да, действительно страшная кишка, может быть лимфома, но в этом случае я вам секрет открою, обнаружили клетки аденокарциномы после операции. Где именно обнаружили, мне не удалось узнать, к сожалению. Ну, в общем, тут опухолевые изменения, хотя выглядит это так, как будто это выраженная дооденальная дистрофия. И заключение. Определяется выраженная инфильтрация со склонностью к неравномерному отсроченному контрастированию. Опять же, там, если показать отсроченную фазу, там будут участки и отека, и фиброза на всем протяжении 12-перстной кишки с переходом на парапилорическую, парапанкреатическую и переднюю паранефральную клетчатку справа, как прям при остром панкреатите, до уровня нижнего поля сепочки аж. На фоне инфильтративных изменений в парадеоденальной клетчатке определяются кисты, самые крупные такими-то размерами. Поджелудочная железа с нечеткими, неровными, зазубренными контурами определяется в виде островков на фоне инфильтрации. Еще раз покажу. Вот она, головка особенная. В виде островков на фоне инфильтрации. Тут контуры вообще четко определить нельзя. И вот она, инфильтрация в паранефральную клетчатку идет, аж даже ниже почки. определяется. Главный панкреатический проток расширен, в головке постепенно конически сужается, хотя мы написали, что прослеживается, значит, он действительно где-то есть. Потому что я сама себе верю, в общем-то. Ну да, прослеживается. Ну как-то, да, не очень убедительно, но, наверное, здесь где-то, да. Ну хотя, да, прослеживается. Ладно, прослеживается. Холедох стенозирован с постепенным коническим сужением. Опять же, это признак не опухоли, а именно хронического панкреатита. Ну и не прослеживается в терминальном отделе. Давайте коническое сужение найдем на коронарной реконструкции холедоха. Вот он, холедох. Да, действительно, он идет, идет, идет. Где-то тут сужается и дальше не прослеживается. И желчный пузырь удлинен с гиперваскулярной слизистой. Я уж не буду читать, потому что это и так понятно. Стенка контрастируется в артериальную фазу. Воротная вена, ну, практически не скомпрометирована, хотя верхняя брыжевичная вена, мне очень понравилось это слово, я его оставила, это писали же мои помощники заключения, субокклюзирована, то есть она практически стенозирована до полного нуля на фоне инфильтрации. На большом протяжении достаточно, если посмотреть на коронарные реконструкции, то это будет вот, ну, примерно, сколько можно померить, 20 миллиметров примерно, субокклюзированы, ее притоки расширены и прослеживаются опять же коллатерали как непортального притока, так и портовенозной коллатерали и опять же левая желудочная вена, вот она впадает, видно. притоки верхней брыжечной вены расширены, вот такие вот изменения. И заключение. Признаки инфильтративного процесса в области 12-перстной кишки по типу все-таки додональной дистрофии мы пишем, мы же не знаем, что там нашли опухолевые клетки. С вовлечением процесс поджелудочной железы и местным распространением нельзя исключить опухолевый процесс. Бильярдная и панкреатическая гипертензия со стенозом протоков на уровне головки поджелудочной железы, субоклюзия породной верхней брыжечной вены, развитие колотерали. Итак, пошли дальше. И в данном случае вот еще один пример хронического панкреатита, где на исследовании гистологического материала после операции была обнаружена опухолевая ткань. Опухолевая ткань смешанного характера, то есть там было IPMN и аденокарцинома, то есть смешанная опухоль была. Артериальная фаза тут не очень хорошая, потому что задыханная дыхательными артефактами. Поэтому нужно смотреть венозную фазу. И мы видим признаки хронического панкреатита, опять же атрофию. А есть у меня чат? Вы здесь со мной? Оставьте плюсики. Да, очень хорошо. Я уже боюсь, что связь оборвется. Хорошо. И давайте попробуем вот в головке пациенту была выполнена панкреатододональная резекция, то есть опухоль располагалась именно в головке. Давайте попробуем ее найти. Вот видим признаки хронического панкреатита. Да, дефицит панкреатической ткани, то есть гиповаскулярность, кальцинированные участки и где же мы найдем опухоль. Смотрите, опухоль хорошо искать по расширенному панкреатическому протоку, то есть мы следим, 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 следим и в месте, где он обрывается, как раз вот тут должна располагаться опухоль. И тут мы видим, да, стеноз, смотрите, верхнебрыжевичные вены и изменения также распространяются на верхнебрыжевичную артерию. Вот в артериальную фазу, хоть она и задыханная, это очень хорошо видно. Итак, заключение. Да, перешейк, наверное, перешейк, конечно. Если посмотреть на коронарную реконструкцию, то это будет, наверное, сейчас я вам скажу. Нет, это, ну да, на границе где-то средний отдел головки. Перешейк, это, ну ладно, ну пусть будет на границе с перешейком, хорошо, согласна. Итак, заключение. Паренхима поджелудочной железы содержит множественные кальцинаты. На этом фоне головка несколько увеличена, плотность ее при контрастировании диффузно снижена, артериальная фаза с динамическими артефактами, это мы тоже указали, что нам плохо было смотреть. В области медиальных отделов головки прослеживается нечетко отграниченная зона инфильтрации, которая циркулярно охватывает верхнюю брыжейчную вену. Свет, который стенозирован на 3 мм от комплюенса на протяжении примерно 10 мм. Данная зона охватывает с трех сторон верхнюю брыжейчную артерию, ход которой от устья отклоняется с углом. Вот я вам сейчас покажу верхнюю брыжейчную артерию по просьбам, по многочисленным просьбам. Смотрите, вот верхнюю брыжейчную артерию, и тут вот видно два просвета. Что это такое? Как вы думаете, что это такое? А мы давайте посмотрим на пожалуйста, пожалуйста, на сагитальную реконструкцию. А вот что это такое. То есть мы режем вот на этом уровне и видим просвет верхней брыжейчной артерии, как будто он вот два просвета. Как артефакты в МРТ бывают такие. Ну, тут аневризма нет, аневризма нет. Аневризма здесь нет. И вот вовлечение ее, давайте еще раз покажу тоже. вот инфильтративные изменения, они окружают просвет верхней брыжейчной артерии с трех сторон. Ход который от устья отклоняется под углом вверх своеобразным изгибом. главный панкреатический проток расширен, головки обрываются у края изменений, имеется инфильтрация панкреата до аденального пространства все-таки имеется. А может быть там обнаружили опухоль, но скорее всего там, где я вам показываю. И воротные вены расширены, отмечаются опять же развитые коллатерали системы желудочных вен, и внутри печеночные протоки расширены, желчный проток тоже расширен и просвет его резко обрывается. Вот тут он резко обрывается. Давайте посмотрим еще раз на воротную вену. А тут верхний прыжечный у нас окклюзированный, вот она и расширена. И коллатерали опять же видны. Вот они из системы желудочных вен. Ну тут уже левую давайте не будем уже прослеживать, пойдем просто дальше, потому что у нас мало времени. И заключение. Хронический панкреатит, инфильтрация клетчатки в области головки, изменения не позволяют исключить опухоль. Вовлечение сосудистых структур, стеноз верхней прыжечной вены, лимфоденопатия, бильярдная гипертензия, версунка в тазе с блоком на уровне холиных. Вот бильярдная гипертензия, вот, то есть желчные протоки прослеживаются в печени, в норме они не прослеживаются и общий желчный проток имеет достаточно широкий просвет с резким обрывом на уровне изменений. и мы плавно с вами подошли к диагностике осложнений хронического панкреатита и следующий пример мы видим опять признаки хронического панкреатита и на первом исследовании которое выполнено только нативно мы видим зону достаточно плотную геморрагической плотности в головке поджелудочной железы через несколько дней буквально через 6 дней мы выполняем исследование с болюсным контрастированием и видим размер этой зоны размер этой зоны немножечко уменьшился и содержимое в ней стало менее плотным а теперь давайте посмотрим на это образование в генозную фазу сейчас немножечко подгрузится вот оно это образование с геморрагическим компонентом который лизировался через 6 дней опять же частично а где же у нас верхняя брыжеечная вена верхняя брыжеечная вена вот смотрите воротная вена а верхней брыжеечной нет давайте поставим коронар чтобы было виднее сейчас загрузится вот вместо верхней брыжеечной вены определяются мощные коллатерали которые также крутятся и через левую желудочную вену впадают печень и также коллатерали непортального венозного притока которые несут кровь не по воротной вене а отдельно по мелким венам в печень минуя воротную вену это значит что кровоток скомпенсирован но просвет верхней брыжеечной вены он действительно полностью практически полностью разъеден вот этим вот образованием сейчас тут все-таки медленно немножко работает у нас коронарная реконструкция вот она загрузилась сейчас я вам покажу вот идет воротная вена вот идет селезеночная вена а верхней брыжеечной нет она перерублена съедена это образование ее разъело то есть да я вам немножко подсказала на операции обнаружили постнекротическую псевдокисту с геморрагическим содержимым которая действительно и множественные развитые коллатерали она тут два вида осложнений то есть инвазия венозных структур и соответственно панкреонекроз и заключение по этому случаю хотя бы его часть хотя бы его фрагмент вот один и сейчас я поставлю первое исследование натив и второе исследование в головке поджелудочной железы определяется образование имеющее геморрагическую плотность следующие размеры неоднородные и при исследовании от второго числа то есть через 6 дней имеет неоднородную кистозную структуру гораздо меньшие размеры и неправильную форму прослеживается частично лизирование геморрагического компонента данное образование практически не выступает за границей контура головки поджелудочной железы накопление в нем не прослеживается контрастного вещества прилежит к воротной селезеночной вены венам в области конфлюенса и распространяется на верхнюю брыжеечную вену с отсутствием визуализации ее на уровне образования что такое конфлюенс конфлюенс это место слияния селезеночной верхней брыжеечной и воротной вены портосплинальной еще называют конфлюенс очень часто очень термин используется особенно в заключении визуализируются множественные коллатерали от вен желудка которые прослеживаются преимущественно по большой кривизне желудка и в области ворот селезенки да они действительно есть и очень такие мощные вот они в области ворот селезенки тоже прослеживаются в воротах печени единичные лимфоузлы но бог с ними общий желчный проток конусовидно расширен сужен в супрапанкреатической части заключение картина кистозного образования головки поджелудочной железы с лизированием геморрагического компонента в процессе наблюдения вовлечение в процесс верхней брыжечной вены развитие коллатералей необходимо дифференцировать постнекротическую кисту и псевдокисту и цистоденокарциному мы еще не знаем диагноза поэтому мы все должны дифференцировать ну и признаки хронического панкреатита итак пойдем дальше бороду дональную инфильтрацию я с вашего позволения пропущу а то мы с вами не уложимся во времени и сейчас я вам покажу следующий вид осложнения сначала давайте посмотрим на натив вот в головке поджелудочной железы определяется псевдокиста нужно ли указывать такие мелкие лимфоузлы ну вообще если бросается в глаза почему бы нет конечно можно указать это является дополнительным признаком кстати опухоли если там лимфоденопатия вот значит в головке поджелудочной железы смотрим в нативе определяется псевдокиста а ниже определяется образование которое имеет геморрагическую плотность как вы думаете что это такое давайте же посмотрим скорее на артериальную фазу и мы с вами увидим что в этом образовании есть признаки продолжающегося кровоизлияния правильно это псевдоаневризма ну не опухоль с распадом наверное псевдоаневризма просто и смотрите какой артерии псевдоаневризма это скорее всего гастроденальная да артерия или добавочная правая долевая от верхней брыжи да это ваш случай здесь имеется очень интересный вариант сосудистый смотрите тут имеется во-первых стеноз чревного ствола но не за счет компрессии ножками диафрагмы а скорее за счет атеросклероза я сейчас на сагитальной реконструкции покажу и имеется вот такая вот практически дохленькая общая печеночная артерия которая дает сначала левую долевую а потом гастроденальная которая по такой коротенькой панкреатической дуге соединяется с панкреатоденальной то есть это не мы бы могли вот посмотреть и сказать тут есть добавочная или замещающая праводолевая печеночная артерия но нет это не так итак заключение определяет секунду да в головке поджелудочной железы определяется зона геморрагической плотности выше определяется киста в головке поджелудочной железы имеется округлое образование такими-то размерами неоднородной геморрагической плотности частично контрастирующаяся в артериальную фазу за счет кровоизлияния из расположенной рядом панкреатоденальной артерии в скобках псевдоаневризма панкреатоденальной артерии определяется стеноз членного ствола за счет атеросклероза и компрессии ножками диафрагмы и определяется вариант отхождения левой долевой печеночной артерии ранее гастроденальной и развитой коллатеральный кровоток по короткой панкреатической дуге через гастроденальную артерию и панкреатоденальную артерию с аневризмой к правой долевой печёночной артерии. Сверху к псевдоаневризме прилежит киста. Плотность имеются признаки, естественно, хронического панкреатита. Сейчас покажу в сагитали, что чревный ствол сужен не только за счёт компрессии ножками диафрагмы, но и за счёт атеросклероза. И теперь давайте посмотрим исследование послеоперативного вмешательства. В чревный ствол установлен стенд. В панкреатододенальную артерию установлен стенд. Аневризма не прослеживается. Версунгов проток стентирован и определяется некая зона. Да, ещё тут был очень интересный момент. До операции определялось образование в почке, которое после оперативного вмешательства, видимо, было удалено. Тут, видимо, делали всё-таки лапаротомию, ну, поскольку стенд просто так не установили. Версунгов проток. Сделали, видимо, какую-то частичную резекцию, может быть, с псевдоаневризмой. Не знаю. Ну и, значит, после заключения, да, до операции псевдоаневризма, компрессия, тут ещё есть компрессия воротной вены. Сейчас, ну, я уже не буду показывать за неимением времени просто. Киста головки поджелудочной железы, хронический панкреатит. Итак, после операции в чревном стволе и панкреатодиоденальной артерии установлены стенды, псевдоаневризма не определяется. Версунгов проток стентирован. В области хвоста отмечается жидкостная зона. Вот она. Максимальными размерами такими-то с включениями воздуха. То есть тут есть включение даже воздуха. Ну, видимо, это послеоперационный был небольшой тут панкреонекрозик. По-прежнему визуализируется киста в головке. И воротная вена, сейчас мы её посмотрим, по-прежнему стенозирована. Вот она, она прямо расплющена, как будто, ну, больше, наверное, псевдо-кистой. И мы с вами переходим ещё к одному случаю. Тоже осложнение хронического панкреатита. По типу острого панкреатита. То есть по типу развития панкреонекроза. Панкреонекроз при хроническом панкреатите развивается не в такой степени. Потому что поджелудочная железа уже атрофирована. То есть нету столько панкреатической ткани, которая способна выделить панкреатический сок фермента активный и нанести массивный вред забрюшенной клетчатке. И, значит, при первом исследовании... Так, пардон, это не первое исследование. Вот сейчас первое исследование, оно ещё не загрузилось до конца. Мы видим признаки хронического панкреатита. И в хвосте, просто натив показываю, потому что ещё не загрузилось. Сейчас загрузится, покажу. В хвосте мы видим ограниченное жидкостное скопление, которое соответствует, скорее всего, некротическому жидкостному скоплению, или так называемому wall-off-некрозу. И также в селезёнке мы видим ограниченные гиподенсные зоны. О, пошла загрузка. Сейчас я вам всё это покажу. Левая и лёгкая, да, тоже там, конечно, не инфаркт, наверное. Здесь есть большая грыжа пищеводного отверстия диафрагмы, есть много чего, жидкость. Ну уж ладно. Давайте будем заниматься тем, что мы с вами пока изучаем. В парапанкреатической клетчатке в области хвоста поджелудочной железы с распространением ворота селезёнки определяется осумкованное жидкостное скопление размерами такими-то со стенкой толщиной до 5 мм. Вот она определяется, стеночка. И множественными внутренними перегородками. По капсуле и в паренхиме селезёнке определяются различные плотности гиподенсные зоны со слабым периферическим накоплением контрастного вещества. Ну и паренхима, естественно, у нас признаками хронического панкреатита и признаки додональной дистрофии тут есть. Соответственно, заключение. Осумкованное некротическое скопление, а именно так, скорее всего, надо переводить вол-оф-некроз в парапанкреатической клетчатке в области хвоста поджелудочной железы, гиподенсные сообщающиеся зоны в селезёнке могут соответствовать многокамерному абсцессу. И мы видим второе исследование после дренирования. Там действительно был получен гной. И мы видим, что ограниченные же костные скопления в селезёнке по капсуле и в самой паренхиме. И мы видим, что вот это некротическое скопление остаётся прежними размерами и прежней структурой. Как вы дифференцируете перепанкреатическую псевдокисту и отграниченный некроз по КТ? Вот это как раз вопрос следующего случая. Вот оно, отграниченное жидкостное скопление. Оно, скорее всего, содержит не только жидкость, оно содержит, наверное, и плотные структуры, оно имеет стенку и оно имеет свойство распространяться в близлежащие клетчаточные пространства. То есть мы по прошлому вебинару, наверное, помним, что некротическое скопление, то есть wall of некроз, ограниченное некротическое скопление, оно возникает после некроза, а псевдокиста, она, скорее всего, возникает без развития некроза, то есть она содержит только жидкость. Ну и следующий случай нам покажет, что такое псевдокиста, он у меня без описания. Поэтому мы видим, что участки некроза, ой, участки абсцессы успешно дренированы, но в селезенке появилась еще и дополнительная гиподенсная зона, которая не визуализировалась при прошлом исследовании, то есть не было ее видно. Вот она. Она, скорее всего, соответствует инфаркту селезенки. Вот мы видим тут, что прослеживается артерия, а вот тут, ну, может быть, тут произошел инфаркт. Итак, псевдокиста. Сейчас я вам покажу просто, что такое псевдокиста. Она имеет более четкие контуры, никуда не распространяется. Содержимое ее только жидкостное. И вот даже тут есть МРТ, который нам доказывает, что это псевдокиста и содержит она только жидкость. И последний наш случай – это аутоиммунный панкреатит. Аутоиммунный панкреатит – это воспаление поджелудочной железы, которое приводит к точно такому же фиброзированию и замещению панкреатической ткани фиброзом, но на фоне иммунглобулин G опосредованного воспаления. Аутоиммунный панкреатит имеет характерные признаки, такие как сглаженность контуров поджелудочной железы. Поджелудочная железа выглядит как сарделька. Еще многие говорят симптом сардельки. И также характерное уплотнение парапанкреатической клетчатки в виде ободка такого. И в паренхимии могут визуализироваться гиподенсные зоны без четких границ, которые тоже склонны к отсроченному накоплению. Также еще есть симптом отсроченного накопления. В перипанкреатической клетчатке тоже могут выявляться участки уплотнения, которые тоже могут накапливать контрастный препарат в отсроченную фазу в виде такого симптома ободка. И читаем заключение. Контуры поджелудочной железы сглажены. Паренхима неравномерной плотности при контрастировании за счет множественных умеренно-гиподенсных участков без четких контуров размерами до 17 мм, расположенных преимущественно в головке, крючковидном отростке и в хвосте. С небольшим увеличением этих отделов. Главный панкреатический проток не расширен, он тут практически не прослеживается. Парапанкреатическая клетчатка несущественно инфильтрирована слоисто, преимущественно в области головки и хвоста. В хвосте, в области хвоста, с распространением ворота селезенки определяются участки локальной инфильтрации с отсроченным периферическим накоплением контрастного вещества. Симптом ободка. Но он тут, конечно, не такой выраженный, как приводят в литературе, но тоже можно видеть, что как бы вокруг этих участков отсроченное накопление выявляется и с симптомом ободка. Еще я вам еще одно... А, сейчас заключение прочитаю просто. Признаки хронического панкреатита синфильтрации парапанкреатической клетчатки в области хвоста железы, наиболее вероятно, аутоиммунные теологии. И вот еще есть такой симптом, как симптом пенетрации. Вот еще один случай. Еще один случай. Аутоиммунного панкреатита. И мы видим, как бы на фоне изменений визуализируется такой расширенный панкреатический проток. Поджелудочная железа тоже такая, как сосиска, со сглаженными контурами. И в головке определяется зона локального аутоиммунного панкреатита. Вообще аутоиммунный панкреатит, он проходит в двух формах. В диффузной и локальной форме. И в которой выраженно просматривается как раз-таки отсроченное накопление контрастного вещества с небольшой гиподенсностью. На этом наш вебинар закончен. Время на вопросы у нас не осталось. На вопросы я ответила в процессе вебинара. Спасибо вам большое за внимание. Следующий вебинар, наверное, будет посвящен заболеваниям надпочечников. Пожалуйста, в конце лекции уделите пару минут и оставьте свой отзыв о данном вебинаре. Нам очень важно ваше мнение. Ссылка на анкету будет в чате. До новых встреч. Спасибо вам большое. Я всех вас всегда рада видеть на своих вебинарах. Спасибо. Спасибо. Спасибо.